Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Мы делаем запись, которая называется «Житие святых во свете Библии». Когда люди читают «Житие святых», они как завороженные, загипнотизированные. А вот сделал святой. Ну, в первую очередь, мы не знаем, святой ли. Только Бог знает. А потом, делал ли он так? Ну, а если делал, теперь надо рассмотреть, Бог велел ли так делать? Ни один вопрос из этих не решается. А просто так, как манкурты православные. Совершенно не думают. Друг другу подножку ставят. А такой-то святой-то сказал. Ну, сказал это, его делал за это ответить не я. Ну, вопреки Библии сказал-то. Дальше-то чего руками махать-то? Христос-то придет. Нужны наши эти святые-то? У католиков свои святые. У мусульман свои. И Господь будет по всем сверяться. Веры-то никакой нет. И начинают злиться. Я уже знаю, он сейчас норовит меня веретики записать за эти слова. Так, это из книг моих «Открытым оком». Седьмой том. Вопрос? Вопрос 1842. Святые во всем доверялись Богу. И что бы он ни послал, что было им попущено, они все принимали с радостью. Им природа, весь живой мир и стихии повиновались. Разве это нам не пример? Ну, это мне говорят, потому что я говорю вот такие слова, а это на занятиях университета. Люди говорят, ну, понятно, что им стихии покорились. А вы-то кто такой? Почему их не признаете-то? Я должен это выдержать и ответить спокойно. Я отвечаю, вы просто мало читали о святых. А они часто сопротивлялись и стихиям, и божьей твари, и применяли чисто человеческие средства для украшения зверей. Во всем у них, у святых, было доверие Богу, но и сами они не спали. Когда можно было вмешаться в протекающие, то есть в события, какие есть. Не сидели сложа руки. И вот теперь дальше говорится, выдержка и жития святых. В кавычки взяты, это прямо цитата. Цитата, наблюдайте за кавычками. Кто говорил? Антоний Великий, житие от 17 января. По старому стилю. Первоначально сюда стали приходить на водопой звери, которые топтали и пожирали овощи. Однажды, когда они по обыкновению собрались сюда, преподобный взял одного из них и, ударив его слегка прутом, сказал всем им, «Зачем вы причиняете мне вред, сами не видя от меня никакого притеснения? Именем Господнем приказываю вам, вступайте от меня прочь и не подходите сюда». И с того времени звери послушно и запрещение уже не приходили больше. Значит, святым подчинялись зверю, а прутом-то зачем бить его? Говорят, вот собаку, когда дрессируют, нельзя наказывать, это обман. Для этого хлысты продаются, жесткий ошейник. Ну, конечно, все это соразмерно должно быть, как это кнут и пряник. И лошадей так же учат всегда. И дальше. Ануфрии Великий, 12 июня. После всего я начал молиться к Богу, прося Его дозволить не обитать на том месте. Я хотел уже войти в пещеру, но тотчас перед моими глазами пещера разрушилась. Финиковая пальма, питавшая святого, исторглась из корня своего, и источник живой воды высох. Увидев все это, я понял, что Богу неблагоугодно было, дабы я жил здесь. Если бы не хотел здесь остаться, то оазис так и сохраниться мог. И они делали выводы специальные. Иоанн, 23 февраля. Нашедший на берегу реки один холм, открытый со всех сторон для ветра и лишенный всякой растительности, он, не имея никакого жилища, провел на нем в подвигах 25 лет. В течение всего этого времени он питался только хлебом и солью. А одежду носил из-за овечьей шерсти, причем все тело его было покрытыми тяжелыми железными веригами. Отягченный последними и постоянно палимый жгучими лучами солнца, он никогда не выходил под тень и никогда не искал прохлады. Однажды кто-то из обычных посетителей преподобного посадил у тропинки, ведущей к месту его пребывания, миндальное дерево. Но когда дерево выросло и стало бросать на него тень, то он приказал срубить его для того, чтобы нигде не было для него прохлады. «Среди таких подвигов преподобный отошел ко Господу». Вот говорят, среди таких подвигов. А кто это решение делает? Ну, Дмитрий Ростовский или какой-то монах до него писал. Какие подвиги-то? Ну, только то, что впереди написано. Кто-то из посетителей преподобного посадил у тропинки, ведущей к месту его пребывания. То есть тропинка, это где-то отворот какой-то был от дороги, а его обитель-то еще где-то дальше-то. И он не садил это дерево миндальное. Набросает тень. Ну, и шли странники, садились. А при чем тут странники? Тропинка ко мне ведет. То есть это эгоизм. Вот этот садизм с мазохизмом буквально захлестывал все. Он ни о ком не думает. Нужно это, не нужно. Срубить его и все. Оно бросает тень. Ну, ты пришел даже здесь. Оно бросает тень. Ну, на два метра дальше-то сядь. Это именно показать себя. Ой, какой я подвижник. Я срублю. Не надо мне никакую тень. Да никто бы не знал этого. Но раз он монах, все прославление. Ему априори, как говорят, заранее все прощается. Они выкоморивали, что хотели. Такое издевательство, главное, и над природой, и над людьми, над самим собой. И все это прославляется. Ничего этого не было у Христа. Он сидел, вокруг были люди, пели птицы. Он возвел глаза свои, говорит о блаженстве. На горе Преображения, где угодно. Так. Следующее. Вопрос 1843. Всегда ли святые безропотно подставляли шею под секиру? Ответ. Были случаи, что они бросались на палачей, что явно не по Писанию. Но в душе какая-то светлая нотка, что жизнь, пусть и не по житейному всеобщему сценарию, но пробивалась и в этих пустынниках. Значит, не все еще в пустыне уморили в человеке. Это я делаю вывод. Это мои слова. Дальше. Третье царство. 22 глава, 24-25 стихи. «И подошел Сидекия, сын Хинааны, и ударив Михея по щеке, сказал, «Как? Неужели от меня отошел Дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей, «Вот, ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться». Лука 6, 29 «Ударившему тебя по щеке, подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку». Римлянам 12, 19 «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я вас дам, говорит Господь». Откровение 6, 10 «И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка святой истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу!» Епимах, 31 октября. Увидев, что егемон сидит на судилище и обрекает христиан на мущение, «Святой мужественно устремился на него, чтобы поразить безбожника!» И Апелиан не избег бы руки святого Епимаха, если бы стоявшие вокруг не удержали святого. Такую ревность о Господе Боге проявил подвижник. Егемон удивился такой дерзости человека, бедно одетого в рубище». Вот чему удивился-то. В общем-то, сделал как бы правильно. Но для христиан другое дается. Удар в одну щеку замени ударом в другую. Пожалуйста, усиль. Вопрос 1844. «Святые так мужественно переносили мучения телесные. Что их более всего беспокоило в вузах?» Я отвечаю. Среда сама. Допросы нечестивыми. Их насмешки, хулы. Это трудно выносить. Вот меня спрашивали, говорят, у человека арестовали. Сколько надо времени, чтобы он осознал бедственность в своем положении и сказал, больше я так не буду поступать, за что меня арестовали. Я для себя вывел. Три дня вполне достаточно. Только чтобы человек не знал, что его освободят за три дня. Какие он слышит вопли, кого пытают, как бьют, как кормят, как спят. Это настолько угнетает. Женщины с ума сходят. У меня там ребенок остался, кормить надо. Я умру. А охранник, не умрешь, ничего с тобой не будет. Ну и что-то стоит. Да тут жарко, я задыхаюсь. А охранники молча подошли, пожарный шланг сняли. И ты, говорит, дверь открывай. А он стоит со шлангом. И полный напор. Как далее? Их там четыре женщины. Но они их полощут. Их сбивает там полная-полная камера воды. А они хлещут и хлещут. Ну пожарный шланг-то какой. Там струя разрезает все. Но не жарко теперь. Не жарко. Вот зона показывает, когда он его там. Дальше. Деяние, 26 глава, 24-25 стихи. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет», – достопочтенный Фест сказал он, – «я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». Никита Исповедник, 3 апреля. Находился преподобный Никита много дней в смрадной темнице. Уже самое это смрадное темничное заключение было для святого немалым мучением. Кроме того, каждый день приходили к нему разные люди, бесчинные, бесстыдные, нравом и словом, недостойные даже имени человеческого. Хульными и срамными словами они бесчестили и укоряли святого старца и причиняли ему великие обиды. Эти люди нарочно были подосланы эритиками. Среди них самым злым был один по имени Николай. Он особенно печалил преподобного, оскорбляя его безумными и сквернославными речами. Сквернословие мы, видите, у них на тех языках тоже видно есть. Снова вопрос. Вопрос 1845. Если бы к вам в гости приехал сегодня Златоуст и Василий Великий, то не разошлись бы вы как в море корабли? Это мне студенты в университетах, разные люди задавали вопросы. Я отвечаю. Не думаю, что стал бы я кривить душой. Что-то перед ними скрывать из своих убеждений. Для меня они просто дорогие братья, а их звания на меня совершенно не действуют гипнотически, как на попов. Серафим сказал, а Мроси оптически сказал, и уже падают в обморок. 1 Коринфянам, 4 глава, 3 стих. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят на другие люди. Я и сам не сужу о себе. Принял бы я их, накормил, хотя и всего лишь махонькая обложка по сравнению с этими гигантами. Но со Златоустом сошлись бы несравненно больше. С Василием Кисарийским вполне могли потолковать о монашести. За чем он все это придумал? Он все чудеса, чудеса искал. Я бы ему рассказал о беседе Христа с Никодимом. И спросил бы, когда у вас было рождение свыше Василия Великого? Когда и как вы полюбили не уставы монашеские, не житие монашеское, а овец благую? Василий Великий был привязан к вещам видимым чрезвычайно и искал искусственно чудеса. С ним бы могли разойтись крепко. А вот с Иоанном из Антиохии набеседовались бы досыто. Но о монашестве спросил бы его и об его уверовании. В этом и он погрешал, что расхвалял монашество. Я бы ему доказал, что монашество это не евангельское установление. И монашество погубило веру евангельскую. Монашество высосало силы из народа. И только благодаря белому духовенству, то есть тех, которые священники женаты были, кое-где были искры веры. Теперь бы им уже это сильно и не нужно было доказывать. Они бы увидели развалины египетских монастырей. Они бы почитали о голубых епископах, о женатых иерархах, о живущих по мирским домам, лжемонахах, лжей на кинях. Я за то, чтобы служили Господу свободно, без оков на ногах, без женитьбы. Я за такое монашество. Но и без обетов монашеских, этих удавках на молодых. В монашество только на определенный срок. И все силы на подготовку проповедников. И скорее их страну дорогую. Чтобы просветить их самих и страну светом истины православной. Ответ. Вопрос. Вопрос 1846. Можно ли судить по каким-то природным явлениям о святости кого-то или о правильности избранного пути? И главное, по явлениям природным, не по Евангелию. Ответ даю такой. Здесь просто роковая ошибка у православных. Если они к этому способу прибегли хотя бы раз, и на том все доказательства кончились, то их недруги завтра или же уже сегодня подобных знамений устроят несколько. Вот о мощах беседу я мне подкладываю. Вот сказал Влатоуст. Вот сказал Василий Великий. Вот сказал такой-то о Верке. Вот сказал Иоанн Дамаскин. Я ему еще, он еще. Я вижу, что это ничего не дает. Вот. В прах ты и в прах возвратишься. Все, от этого я не иду. Они дальше беседовать не могут. Ну, вам это нравится, режьте, таскайте. Где вы видели такое, чтобы мертвого человека доставать и крошить его? Отрезать руки, ноги. А так окощунство на мертвое тело. Ну, любому безбожнику скажи. Вот труп выкопали, теперь его пилят, режут. Родственники согласны? Нет. А он? И он. Нет. Я составлял с Японии на жития святых. Нет ни одного жития, где святые были бы согласны, чтобы их терзали после смерти. Выкапывали, переносили. Этого нету? Ни одного. Повторяю, ни одного. Хотя житий, по объему, который больше полстраницы занимает, 1173. Матфея 12,39. Но он сказал им в ответ, род лукавый и пролюбодеянный ищет знамения. И знамения не дастся ему, кроме знамения и он и пророка. То есть сейчас главное знамение то, что мы верим, что Христос воскрес. Вот сегодня у нас 13 апреля 2014 года. Верное воскресенье. Через неделю мы как раз это будем прославлять. Воскресенье Иисуса Христа из мертвых. Достаточно верить в воскресенье Христова, как непорочного и чистого Агнса, пострадавшего за мой грех. Кто ищет эти знамения, разные, те лукавые и неверные, по слову Спасителя, и не даст им знамения. От кого-то дастся, то есть от сатаны. А от него не дастся, если ты уже уверовал в воскресшую. Уверовал все. Деяние 5,12. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. Это для внешних, а для уверовавших это не нужно уже. Златоуст говорит, я не нуждаюсь в чудесах, я и так верю. Римлянам 15,19. Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Знамения могут быть от врага душ. Откровение 12,3. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Откровение 13,13. «И творит великие знамения, так что и огонь не изводит с неба на землю пред людьми». Василий Новый, 26 марта. «Но поруганный и осмеянный сильными мира сего, Константин Дука прославлен Богом, праведная душа его, а равна и души всех пострадавших с ним, были унесены ангелами в небесные обители и вселены на лоне Авраама». Об этом явно свидетельствует следующее чудесное знамение. «Пока тела, повешенных с подвижников, Константина висели на деревьях, по ночам видны были звезды, сходившие на них и ярко сиявшие над головами их до самого солнечного восхода. Этим знамением явлено было, что все они пострадали неповинно и что души их в награду за мученичество во дворенных селениях святых». Павел Камельский, 10 января. «Много раз слышал святой Павел церковный звон на том месте, где поселился и видел свет на одном месте, где впоследствии сооружен был храм во имя Пресвятой Троицы». Об отшельнике некоем, 4 февраля. «Когда же приблизился праздник Пасхи, то отшельник самую ночь пред воскресением Христовым взял новый светильник, налил в него и лея, и, положив его, в новый сосуд покрыл и стал с вечера на молитву и говорил, «Щедрый и милостивый Господь, я сугубо согрешил, ибо и пал, и отчаялся, но оживи меня сокрушенного и повели сему светильнику возжечь от твоего огня, дабы отсюда я уразумел, что ты при великих щедротах даруешь прощение прощение моим согрешениям». Видите, как искали где знамения какие-то, что дарует прощение, просто верить в это надо, веры-то не было, и поэтому они искали знамения. Покажи. Вопрос 1847. «Могли бы вы показать на определенном примере из житий святых, что они не знали Писания, хотя там и написано, что они разумели Библию?» Ответ. «Библию выворачивали, кому как удобно было. Главное, чтобы только не следовать Христу, а следовать за Своими настоятелями в горы, отречься от имения и раздать Его, это усвоили хорошо, а узнать путь Иисуса, чтобы пойти за Ним, в этом надобностей не было. А Господь переходил с места на место. Апостолы с одной стороны и с другой шли, и проповедь о Христе была их главной обязанностью. Следование за Христом это не только соблюдение кротости и молчания, но главное следовать по пути высего проповеди о Спасителе и распространение его учения. Римлянам 10.17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Александр Неусыпающий, 3 июля. Будучи еще в юных летах, он приходил для образования в Константинополь, где, довольно поучившись, приобрел значительные познания в науках. По достижении же зрелого возраста поступил в военную службу и впоследствии был военачальником. Любил он на досуге от служебных дел своих читать книги Божественного Писания, потому что был добродетелен, честен, постоянен, богобоязлив и украшен целомудрием и воздержанием. Прочтя Ветхий и Новый Завет, он углубился своей мыслью в евангельские словеса, реченные при чистом христовыми устами. Не уменьшай голос, громко говори, чтобы слушать. Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мною. Матфея. Размышляя о семе, и твердо веруя в Слово Христово, начал он продавать свои имения, которых у него было довольное при его высоком служебном положении, и полученное за них раздавать нищим и бедным. А сам возымел уже непременное намерение отречься от мира и от всего мирского и быть подражателем Христу. Дальше. Слышал он, что в Сирии обитают святые мужи, проводящие богоугодную жизнь в Кеновиях, и пожелал идти туда. Сложив с себя звание военачальника и оставив друзей своих, дом свой и рабов своих, и отложив всякое попечение о житейском, пошел в Сирию. Достигнув Кеновии, в которой Аввою был преподобный Илья, он умолился его отца принять его в число иночествующей братьей. Будучи причтен к лику иночествующих, четыре года прожил он в этой Кеновии, ревностно исполняя все возлагаемые на него послушания и упражняясь, кроме сего, в посте, дедоночной молитве и чтении книг. Более всего, желал он проникнуть в разумение псалмов Давидовых, желал уразуметь силу каждого стиха в псалмах. В случае недоумений спрашивал он опытных о непонятном и усердно молился Богу, да просветит его разум к пониманию божественных писаний, что и получил по благодати Святого Духа, так что впоследствии при чтении Божия Слова он уже находил полное усложнение и умиление в своем сердце. Никандр, 24 сентября. Никан родился в 1507 году. Из самого раннего возраста благодать Божия почивала на нем, еще в молодых годах он просил родителей своих отдать его в научение Божественному Писанию. Лишь о том сильно скорбел Никан, что не вполне хорошо был научен Божественному Писанию. Посему юный подвижник горячо молил Господа и Учителя всех, чтобы он просветил мысленные его очи. И вот наставляемый Духом Святым он опять отправился в Псков. Здесь встретил Никона один благочестивый муж по имени Филипп и принял его в свой дом для работы. Видя великое желание Никона разумея Священное Писание, Филипп отдал его в учение к некому диакону, славившемуся своими знаниями и мудростью. Часто и усердно молился Святой, говоря «Наставь меня, Господи, правдою Твоей и вразуми меня научаться словам Твоим». И человеколюбец Бог услыхал горячее моление смиренного раба своего. Он открыл Никону ведение Божественного Писания и злил на него благодать свою, даровал ему дух разума, так что все дивились тому, как скоро и как хорошо Никон изучил Писание. Как огонь очищает золоту, так и несчастье очищают и еще более возвышают человека. Амфилохий 23 ноября Младший сын его, пришедший в возраст, сначала выступил оратором и адвокатом, но еще с юных лет он возлюбил Бога, паче всего и потому вскоре по убеждению святого Григория Богослова, избегая мирских тревог и суеты, удалился в пустыню, где и стал проводить иноческую, строго подвижническую жизнь, усердно служа одному только Богу. Здесь занятиями его были молитвы, чтение Писания и пост. евреям 1317. Вспоминайте наставниках ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Вопрос 1848. Святые пробегали ли к народным каким-то испытанным средствам при лечении больных? Или у них свои наработки были? Ответ. У них всегда было под рукой масло лампадное, пепел и скадельницы, береги, земля, мантии. Но иногда они прибегали к профессиональным способам замазывания болезней. Художник мазал красками, кухонный работник всех лечил квасом, а кто в лесу был, тот стружками и корой. Можно предположить, что сегодняшним верующим неплохо было бы испытать микросхема, приложить ее глупому на лоб или компакт дисков покрыть голову двоечнику и помолиться о нем. Дальше. Марка, 6 глава, 13 стих. Изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Тавита, 6, 8. Он отвечал, «Если кого мучит демон или злой дух, то сердцем и печенью должно курить пред таким мужчиной или женщиной и более уже не будет мучиться». Деяние 19, 12. «Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Алипий Печорский 17 августа Потом преподобный Алипий долгое время поучал его души спасительными речами, затем, взяв инокописные краски, украсил лицо его, помазав гнойные места. После этого святой Алипий повел больного в церковь, причастив его божественным тайнам и повелел ему умыться тою водою, которую обычно умывали священники после принятия святых тайн. Вскоре же после сего гнойные струпи сошли с больного, и он стал здрав, как раньше. Исцеляя слепорожденного, сначала помазал ему очебрением, потом повелел ему умыться в купеле Силаамской, что значит послан Иоанна 9.6.7. Так и сей преподобный сначала помазал струпы прокаженного иконописными, красками, потом приказал ему умыться той водой, которой умываются обычные иереи, посланники Божии. Таким образом, святой исцелил больного как от проказа телесной, так и от слепоты греховной, так что все пришедшие вместе с больным из города весьма изумились такому скорому исцелению. Аверкий 22 октября. Просил он только двух вещей, во-первых, чтобы в Иераполе бедным раздавалось ежегодно из податей взимаемых для царя по три тысячи мер пшеницы, а во-вторых, чтобы царь приказал построить на средство своей казны бани при источнике теплых вод, которые святой извел молитвою из недор земли на исцеление больным. царь с радостью обещался исполнить сии просьбы святого и дал ему для него письменные свидетельства. Говори. Когда святой оставался после сего в Риме, еще некоторое время утверждая вере церковь в Христову, ему в видении явился Христос и сказал «Подобавит тебе Аверкий быть в Сирии и там проповедовать имя мое, утвердить мои церкви и исцелить множество болящих». Ефимия 11 июля «В день святой памяти ее, в которой она пострадала за Христа, каждый год текла из честных мощей ее кровь, как будто только что вытекшая из ран. Ее собирали следующим образом». Так, не честных, а честных. Это почитаемых, а честных это та, которая не лжет. Это разный смысл заложенный. Гроб был большой мраморный, покрытый мраморной доскою, а внутри его находился деревянный ковчег с мощами святой. В этом мраморном гробе в левой стороне было небольшое отверстие, в которое проходила рука, и которая закрывалась накрепко, а в нужное время открывалась через него сам епископа по окончании всенощной предсвятой литургии черпал ту кровь посредством губки, привязанной к длинной железной рукоятке. Он влагал туда сухую губку, вынимал оттуда ее полную крови и выжимал из кубки кровь в особо приготовленный для этого сосуд. Народ при виде сего воссылал великую славу Богу и святой его мученице и показывая помазывался той кровью на благословение и исцеление своих болезней. Эта кровь была весьма благоуханная, как будто бы смешана была с драгоценным миром, но никакое миро на земле не могло сравниться с этим. Эта кровь была несравненно выше всяких ароматов и исцеляла всякие болезни. И не только во время ежегодного празднования своего святая великомученица источала такую благоухающую миром и целебную кровь из честных своих мощей, но иногда и в другое время, особенно же, если святитель той церкви бывал угоден Богу своей добродетельной жизнью. Бывали и многие явления, часто святая являлась молящимся ей с верою или лежавшим в болезни, или приходившим в церковь к ее гробу, или же находившимся в различных бедах и призывающим ее на помощь. Истекался народ с великою верою к ней на поклонение в Халкидон отовсюду, от всех городов, а в особенности поблизости из Царьграда. Там же по повелению царскому должен был собраться Вселенский собор святых отцов. Иоанн Многострадальный 18 июля. К этому преподобному, затворившемуся на одном тесном месте в пещере преподобного Антония и проведшему там всю свою жизнь, приходил часто один из братьев, которого буревал дьявол плотским вожделением. Он просил святого помолиться Господу об ослаблении его страсти. Преподобный же Иоанн говорил ему «Брат, мужайся, пусть окрепнет твое сердце, терпи во имя Господне и сохрани пути его, и он не оставит тебя в руках наших врагов и не даст ему ловить тебя». Отвечал ему обриваемый страстью «Поверь мне, отец, если не дашь мне ослабления, то я не буду знать покоя, но буду ходить с места на место». Преподобный же Иоанн сказал ему «Зачем ты хочешь отдать себя на растерзание врагу? Ты будешь похож на человека, стоявшего на краю пропасти. Придет к нему враг и внезапно столкнет его вниз, и такое падение будет ужасно, так что потом ему уже не подняться. Если же ты останешься здесь, в святом монастыре, ты будешь похож на человека, стоявшего далеко от пропасти, которого враг, как ты ни трудился тащить, не может сбросить. Так Господь за твое терпение избавит тебя от пропасти страстей и от обреченной нечистоты». От бренной нечистоты. Что ты столько ошибок в одном предложении делаешь? Запарился уже. «Послушай, брат, я расскажу тебе, что случилось со мной в юности». И он начал рассказывать всю свою жизнь подробно. «Когда я пришел, говорил он, в этот святой монастырь печерский и стал трудиться по чину святого ангельского иноческого образа, я сильно разжигаемый похотью весьма много претел пел ради своего спасения. По два, иногда и по три дня я не ел, часто целую неделю я совершенно не принимал никакой пищи, и жаждой умерщвлял себя. Целыми ночами я не спал. В таком страдании я провел около трех лет, но и таким образом не нашел я покоя. Тогда я пошел в пещеру, где положен был преподобный отец наш Антони, и пробыл день и ночь в молитве у его гроба. И вот я услыхал голос преподобного ко мне. Иоанн, Иоанн, тебе нужно здесь затвориться в пещере, чтобы, не видя ничего и пребывая в молчании, побороть страсть. Господь поможет тебе молитвами своих преподобных. Потому, понажал он, я с тех пор затворился здесь в тесном и печальном месте, где живу вот уже тринадцатый год, и нескоро я достиг покоя. Целые года боролся со страстями и телесными помыслами, ведя жизнь строгую, немало лет удрущая свое тело сначала только постом и бодрствованием. Потом, не зная, что делать и не будучи в состоянии побороть плотские страсти, я решил жить нагим. Я повесил на свое тело тяжелые вериги. И так с тех пор и поныне я изнуряю себя холодом и тяжестью жезла. Железом. Железом. Однако, когда и этого всего мало, недостаточно, я придумал иное. Выкопал глубокую яму по самые плечи мне. Когда настали дни Святого Великого Поста, я влез в яму и засыпал всего себя землею, так что у меня остались свободными только руки и голова. И так я пробыл под тяжестью земли весь пост, не будучи в состоянии двинуть ни одним суставом. Но и от этого не прекратилась жгучая плотская страсть моя. Кроме того, меня пугал враг дьявол, желая выгнать меня оттуда, я ощутил такое его коварство. На дне ямы загорелись мои ноги, жилы в них стянуло, кости трепетали, пламя достигало уже живота и члены мои начали гореть. Я же не обращал нюанси на жестокую боль, но радовался душою, радовался, что душа моя сохранилась чистая от скверны. Я предпочел сгореть в том огне ради Господа, нежели выйти из ямы поруганным от беса. И в то же самое время я увидел страшного и лютого змея, который дышал пламенем, обжигал меня искрами и хотел пожрать. Так он делал несколько дней, желая прогнать меня. Но как разумный хозяин поручает крепким и сильным рабам большую и тяжелую работу, а слабосильным и слабым плохую и легкую, так понимай и ты о борьбе с телесной похотью, за которой ты молишься о себе. Но помолись тому мертвецу, который находится близ тебя, чтобы он излечил тебя от блудной страсти-то. Он сделал больше Иосифа и может помогать страждущим от этой страсти. А я, продолжал он, не зная имени этого мертвеца, стал ответить Господи, помилуй меня молитвами этого преподобного. Потом я узнал, что это был Моисей, родом Угрин, венгерец. Окончив этот рассказ о многострадальной жизни своей, преподобный отец наш Иоанн обратился к одержимому страстию плотской и сказал, мы ведь сами, брат, помышляя своим умом о плотском, за это и попускает на нас Бог страдания своим праведным судом, потому что мы не приносим достойных плодов покаяния. Ну, брат, я скажу тебе, помолимся этому преподобному Моисею и он поможет тебе. После этого он помолился вместе с одержимым страстью, потом взял одну кость от мощей преподобного Моисея и дал ему, говоря, приложи ее к своему телу. Сделав это, брат тот сейчас почувствовал, как угас жар в теле его, блудная страсть перестала беспокоить Иоанна и замерзла в теле его. С тех пор не было ему более мучения от нее. Считай. Иоанна митрополита Московского 31 марта. Иоанна. Один боярин по имени Василий, по прозванию Кутуз, не имел веры в чудотворную силу святого Иоанны, никогда не приходил к нему и не хотел принимать от него благословения. Однажды он заболел сильную зубную болью, от которой очень страдал и не мог никак излечиться. Случилось боярину тому, у которого болели зубы, быть в соборной церкви, когда в ней совершал божественную литургию святитель Божий Иоанн. По окончании литургии святой, подозвав к себе того боярина, благословил его, дал ему просфору и, преподав ему назидание от божественного писания, внезапно ударил рукою своему по щеке так, что многим был слышен звук удара. Василий сильно закричал «Ой, больно мне, ты вывел мне последние зубы!» И тотчас больной чап почувствовал облегчение и зубная боль его прошла. Он отправился домой радуясь благодаря Бога и похваляя угодника его святителя Иоанну. Кир, 28 июня. Женщина, некая по имени Феодора, однажды пив воду, проглотила маленькую жабу. Не заметив ее, жаба, житав от чрева ее, начала расти. Первоначально жаба доставляла Феодоре небольшое страдание, ибо была сама мала. Но когда же та жаба выросла и сделалась большой, то стала причинять столь великую боль, что женщина та совершенно не имела покоя ни днем, ни ночью по причине своих лютых страданий. Она сильно кричала, бросалась на землю, но никто не мог помочь ей и даже никто не мог узнать, какая была у нее болезнь. Многие думали, что ее мучил бес. Наконец привели ее к всем святым чудотворцам Киру и Анну. Они же явившись ей ночью повелели, прежде чем принимать пищу, выпить большое количество воды. Женщина сделала так, точа с ее желудок заволновался она, изблевала большую жабу и сделалась здравой. Все видевшие это удивились и прославили Бога и святых угодников Его. Благословен Господь. Большое вам